Всем привет. Мы сегодня приехали в одно место. У нас есть такой завод Славич. Многие его знают в Переславле-Залесском. И на его территории есть такой, как музей техники, что ли. Тут и военная есть техника между деревьев. Самолеты. Ветер, правда, сильный. Мы идем по самолетикам пофотографироваться, посмотреть на них. Очень приятная такая аллея. Даже с треногой. Видите, мы как собрались. Максим, привет. Привет. Максим, привет. Вот такие у нас самолеты. Это на самом деле фон. Основной самолет у нас вот здесь летает. Еще кто-то упаясь. На самом деле очень смешные и потешные моменты бывают, когда фотографируемся. И обидно, что камера в это время в сумке. Такая красота, да, да? Ну, очень холодно. Фотографируешься и трясешься от холода. Интересно, что у нас получится. Видите, холодно как. Я к ней примерзну. Руки вверх. Ну что, хорошо у вас там получилось? Хороший кадр. Кругом папарацци. А он крутится? Наверное, крутится. Макса винт впечатлил. Не крутится? Не знаю. Крутится. Крутится. Смотрите. Он тяжеленный. Вот, фотографирую, как он крутит-то. Вот, как он старается. Катя, сфоткай его. Макса впечатлила, что винт крутится. Вот, тут ребята еще гуляния отошли. И можно зайти. Надеюсь, там нет общественного туалета внутри. Смотри, там рычаги и пимотское место. Да, на самом деле тут вот так. Денадцать и четыре. Вот так вот внутри смотрят. Ребята балуют. Вот так вот. Это ведь двигатель, видимо. Ага. Ну, вообще, для детей, конечно, это очень интересно. Может быть, для взрослых ничего интересного, кажется. Детям интересно. Ну, хотя, как взрослым не интересно. Вот, пожалуйста. Интересно же получается. Ну, так. Ну, ты в Паша залез? Сразу желающие еще появились. Все, пошли все. А, все, Паша уже взлетает у нас. Ой, надо подержать. Спасибо. Все. Помашем Паше ручкой. А то улетает. Потому что она едва платочком махала, а она фотографирует. Папарацци. Все. Одни ножки остались. Всё. И последние вползли. Ну, все, поехали мы домой. Замерзли, если честно. Оставляем вот такую вот красоту. Тоже можно сфотографировать. Смотрится правильно. Красиво. Мы уже дома. На самом деле, немножко прервала я съемку. У меня сильно замерзли руки. Когда-то они были обморожены. И теперь, когда замерзают, руки начинают неметь, холодеть. И очень сильно болеть. Ну, прям ломит их пальцы. И поэтому пришлось камеру выключить. Но давайте я вам как бонус немножечко еще поболтаю дома. Потому что не очень такая интересная получилась прогулка в плане видеосессии. А вот фотосессия у нас получилась неплохая. Я, наверное, для вас уже это сделала. А сейчас я думаю, что, наверное, я фотографии, которые мы делали, во время ролика вставлю. И тогда это будет чуть-чуть поинтересней. К сожалению, по всей технике я так и не прошлась. Все остальное не показала. Просто побежала в машину уже отогревать руки. Что я тут наложила перед вами? У Максимки на канале есть ролик о его интересной коллекции шариковых ручек. Но так как мои подписчики это мои подписчики, а его подписчики это его подписчики. И многие из вас просто этого не видели. Ну, либо видели в посылках, когда девочки присылали. Мне захотелось отдельно показать, раз, два, три, четыре, пять экземпляров самых оригинальных ручек шариковых, которые у нас есть. Вот все, что вы тут видите, практически ручки. Каждый из них подарок. Огромный, я хочу сказать, каждой девочке, кто нам прислал это, просто красоту прям. Настолько интересные, вы посмотрите. И к Максимке приходят друзья, покажи ручки, какие они тебе интересные. Это те ручки, которыми мы не пользуемся, потому что жалко. Но когда они не будут писать, это будет не очень интересно. Вот такой вот оригинальный тюбик. Даже с настоящей, с самой настоящей крышкой. Это шариковая ручка. Представляете? Вот такая красота. Две ручки к нам приехали от разных девочек в форме машинок. Видите? Все они пишут. Это те ручки, которые у нас стоят на полочках. И вот вторая такая машинка. У них синие чернила. Кстати, колесики катаются у обеих машинок. Ну и вот такая кошечка. Ну это вообще просто чудо какое-то, смотрите. Разве можно догадаться, что у нее тут в попе есть такой сюрприз. Да. Вот такая у нее интересная попка. Супер. Ну и последние ручки, которые спрятались, это мой букетик цветочков. Вот здесь вот. Видите? Тоже интересно. Можно писать. Очень красиво, очень здорово придумано. Это тоже подарок. Прямо весь букет ко мне приехал в подарок. Ну и еще, что я вам не показала, но у меня уже какое-то время живет. Это тоже подарок. Подружки от близкого и родного мне человечка. Это Катина и Пашина мама. Ну, Пашина мама. Пашу вы только что видели в ролике. Она художник по матрешкам. Ну, она вообще художница. Ну, основной ее это матрешки. Она мне не так давно подарила набор матрешек. Ну, единственное, почему я сразу не показала, она хотела еще доделать больших размеров, которые идут. Но пока их нет, давайте я вам покажу то, что уже у меня есть. Вот такая вот девочка. Делает она их от начала до конца, вплоть до лачки. Ну, то есть, даже лачит она сама. Смотрите, какое красивое лицо. Ну, давайте разбирать. Будем собирать. Теперь вот так вот по отдельности всех. Первая девочка. Второй такой вот. Мужичок в кипарике. Добрый молодец буквально. Вот такой вот. Классно. Так, прячем его. Третья. Красная девица вот такая. Смотрите, у них даже все реснички. Все. На меня похоже. Видите, губы рисует. С подсолнухом. Красота. Сейчас еще одного добра молодца найдем. Девочку ставим. Так, девочку ставим. С корабликом. На Максимку похож. Вот такая у нее прическа смешная. Вот такая красавица. Ручка не подперла подбородочек. Это я ролики так смотрю. На самом деле это очень тонкая работа. Вот смотрите, у нее лицо с мой безымянный пальчик. А вот у нее все реснички есть. Представляете, это настолько тонкая работа. Вот на фоне моей руки. Всего в три пальчика. Но это не самая маленькая девочка. Вот такой мужичок следующий с ромашкой. Он уже идет на два с половиной пальчика. Вот такой вот. В рубахе, в кальсонах. Все как положено. Ставим. Помещаются они у нас еще? Вот такая девчонка. С цветочком. С большим. Уже попроще. Света говорила, что я намеренно проще и проще делала. Так. Вы думаете, это все? Ничего подобного. Так. Ставим малышку. Находим еще одну малышку. Ой, такая крошка. Фокус. Вот такая вот девочка. Вся в горохе. Их. Видите, какой-то. Малипусик. Сейчас мы ее вытряхнем. И вылазь. Как вини-пух застряла. И как я ее не вынула. А, все вынула. Так. Гороховую девочку. Мы с вами убираем вот сюда. Даже камера уже не берет. И последний маляпусечка. Вот так вкусненькая. Вот такая смешночка. Мне кажется, она тут даже не встанет. У меня кривая. Скатертька-то она же. Вставай, вставай. Ну ладно, малявка будет лежать. Вот она тут, последняя. Вы представляете, какой подарок? Ну на самом деле будут еще выше, выше, выше. Вот такой вот у меня подарок. Шикарнейший. Просто шикарнейший. Получился. Очень приятно. Я очень благодарна Свете. Конечно, для меня это прям вау, какой подарок. У меня стоит на полочке около меня и радует. Да. И еще в отношении ролика. У меня там в ролике помада, которую я прямо на днях показывала на себе. Это была от Сиэль. Лаковая губная помада. В оттенке. Так, видно. Давайте я вам ее покажу. Тут уже в этом же ролике. Где тут написано? Вот она называется так. Ну, сама линейка. Жидкая лаковая помада глянец. И тут уже тон 842. Сливочный. Сливовый мармелад. Давайте смотреть мармелад. Потому что я хочу им пользоваться. А ждать, когда у меня наберутся покупки, это нереально, потому что это единственная получается у меня на данный момент покупка. Я ж не буду показывать там ватные палочки, туалетную бумагу. То, что я покупаю по мелочам. Вот так она смотрится. У нее уже более такой спокойный розово-нюдовый цвет. Вот так она смотрится. Но на губах смотрятся они обе хорошо, ровно, красиво. Ну, вот на фотографиях можно там видеть пылы. Ложатся они хорошо. И стираются хорошо. Вот так. Стираются равномерно, пропадают. То есть нет такого, что контур остался яркий, а середины нет. Как-то вот у меня равномерно стерлось. Носила несколько часов, даже потом покушала и спокойно обновила. Вот такие вот хорошие, на мой взгляд, хорошие помады. У них есть приятный какой-то мармеладный действительно аромат. Ну, вполне приятный. Вот такие вот у меня получаются новинки помады. Ну, одну я показывала, вторую сейчас решила показать. Ну и, наверное, на этом я уже прощаюсь. Все, что могла, показала. Собрала все в кучу, что хотела еще упомянуть и показать. Уж больно мне матрешек хотелось похвастаться, показать. Ну и вот ручки. Я просто пыль протирала сейчас, поднимала эти ручки. И думаю, надо показать вам, поделиться. А то мне девочки пишут в личку. Света, давно нет роликов, показывай что-нибудь. Ну вот, собрала все что-нибудь, что было за последнее время и показала. Спасибо огромное всем за внимание. Всем до новых встреч и всем пока.